О работе системы здравоохранения в целом сегодня говорили и на сессии Горсовета Новосибирска. Депутаты пригласили для отчета профильного министра. Впрочем, обсуждали не только борьбу с пандемией. Депутаты приняли обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Министр здравоохранения на трибуне Горсовета находится почти полтора часа. Вопросов у депутатов много. О том, как удовлетворить бешеный спрос на лекарства. О том, где размещать все большее количество пациентов. Одно из предложений – обустроить госпиталь в Новосибирском экспоцентре. Но этого не будет по нескольким причинам. В частности, пришлось бы перебрасывать туда лечащих врачей из других стационаров. А значит, больные там не получат помощи в полном объеме. Понятно, что с учетом того, что если мы перекидываем врачей непосредственно для борьбы с коронавирусом, то мы оголяем другие отрасли медицины, другие направления. И врачи у нас откуда ни возьмись, не появятся. Министерство здравоохранения, соответственно, правительство Новосибирской области предпринимает всевозможные шаги, которые используют те возможности, которые в настоящий момент есть. Мы видим, что врачи работают в полную силу. Сегодня на сессии единогласно поддерживают социальную инициативу. О том, чтобы сохранить надбавку тем пенсионерам, которые всю жизнь трудились в сельском хозяйстве, но потом переехали в город. Сейчас они получают дополнительно 25% от пенсии, но только если живут в сельской местности. Кроме того, новосибирские депутаты предлагают сделать единовременную выплату всем пенсионерам не менее одного минимального размера оплаты труда из-за пандемии. В группе риска по данному заболеванию находятся в первую очередь пожилые люди. Учитывая высокую стоимость лекарственных препаратов, отсутствие дополнительных источников дохода у большинства пенсионеров, считаем необходимым предложить председателю правительства Российской Федерации рассмотреть вопрос о единовременной выплате всем пенсионерам. Это обращение направят премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, чтобы заручиться поддержкой коллег. Сергей Толмачев, Новости ОТС.